Приветствую, я Василий Голованов, мой собеседник сегодня Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Традиционно в самом начале хочу попросить наших зрителей нажать кнопку «Нравится», для того чтобы YouTube рекомендовал к просмотру и другим пользователям тоже, и традиционно поблагодарить Збройне Силы Украины за то, что у нас ЕМОЖЛЫВЕСТЬ РАБОТАТИТСИ ЭФИРЫ. Евгений, начну я с информации оперативной. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл неанонсированным визитом в Финляндию в каменюке от офиса президента Финляндии отмечают, что на встрече они обсудят поддержку Украины в обороне от российской агрессии, двусторонние отношения и текущую геополитическую ситуацию. Финляндия не так давно вступила в НАТО, также недавно появилась информация, что Финляндия позволит США поставить свои военные базы на своей территории, 1200 километров границы у Финляндии с Россией. Владимир Зеленский не так часто покидает территорию Украины, вот за последние почти полтора года, после начала широкомасштабного вторжения, он на пальцах одной руки можно посчитать, для чего покидал и куда. Польша, Лондон. Да, Польша, Лондон, Брюссель, Соединенные Штаты. Вот, и как думаете, вот визит в Финляндию сейчас, какова его главная может быть цель, и чем могут быть полезны друг другу Украина и Финляндия, ну, в первую очередь, сейчас Финляндия, Украине во время Большой войны? Ну, память о Финской войне, она жива, и опасения, что в какой-то момент могут вспомнить, что Хельсендорф – это исконная Россия в Кремле. Безусловно, они предприняли все превентивные меры, чтобы они хотели вступать в НАТО, насколько я понимаю, как-то не рвались туда, но как бы история, ход истории их заставил сделать шаг для защиты. И мне кажется, просто это очень высокая солидарность с Украиной. И я не знаю детально, о чем они будут общаться, но во всяком случае, еще раз, потому что у многих политиков глаза устают читать новости об Украине, а здесь оружие-то нужно, и ракеты нужны, и для эффективных действий на фронте подпитка армии нужна постоянно. И я думаю, что в итоге цель все равно эта, что очень логично. Думаю, мы в течение дня еще будем следить за подробностями визита Владимира Зеленского в Финляндию, а сейчас в следующей теме, меньше недели остается до сакрального для Путина праздника 9 мая. Как думаете, что произойдет в этот день, кто будет стоять рядом с ним на Красной площади, кто из иностранных гостей посетит его, и какие заявления он может сделать, или это будет очередная какая-то вода, придуманные им экскурсы в историю, или будет какое-то заявление, все, спецоперация так называемая заканчивается, мы свои цели... Цели выполнили, достигли. К сожалению, начну с конца, он не закончит спецоперацию и не скажет о достижении целей, потому что для него эта война, это способ вот этой части его жизни, финальной части жизни на троне. То, что эта часть может быть много-много лет, это, к сожалению, тоже мрачный факт. Мрачное предположение, это еще не факт, но он не закончит войну при своей жизни. Война закончится, как только он помрет. Поэтому это маловероятно. А давайте я вам напомню, что было в 2005 году. В 2005 году 60 лидеров, больше 60 лидеров стран приехали поздравить Путина. Это была Москва здорового человека, где все еще было достаточно много, меньше заборов и больше свобод. И люди приехали с большим удовольствием. И потом около его дачи в ресторане «Причал» все эти 60 человек имели торжественный ужин. Ресторан «Причал» находился где-то в километре от путинского дома. Ну, может быть, кида, врань километра. И километра полтора от моего. То есть мы на одном берегу Москва-реки жили. И я почему узнал? Потому что они отменили мою бронь на этот вечер. И у него было вообще все. И к этому моменту Юкос разгромлен, и Ходорковский сидит. И ему это все сходило абсолютно с рук. А на тот момент Россия глубоко интегрируется в мировую экономику. Цены на нефть низкие, но растут. На газ через два года будет пик. В 2007, по-моему, да? Еще не очень высокие, но тоже растут. Норникель делает 5 миллиардов. Через год или два, 5 миллиардов, или 7 миллиардов. Чистые прибыли. Вот что тебе их, ***, не хватало в жизни? Да. Вот. Вот так оно было. А сейчас это будет менты, менты, заборы, менты, ФСБшники, пустота. Ряженые ветераны и трясение ядерными боеголовками. Ну, а у вас есть личное предположение? Понятно, что ответ... Деградация. Старость беспомощна и неопрятна. Представляете, ну, это как бы, да, обычно. Представляете, у человека произошла мутация мозга, что он реально считает себя избранным, неким таким мессией, который переделает этот мир. Влияет ли он на мировой миропорядок? Безусловно, да, он уже повлиял. И... В негативном. Безусловно. И нелепейшие действия Европы и западных стран по санкциям против россиян, но не по... Санкции против денег не было, да. Посмотрите на российский список Forbes 2021 и 2022 и вы увидите, что это одна единственная в мире страна, получившая абсолютно бюджетный профицит, где разбогатели люди и государства с рекордно наложенным количеством санкций, потому что они не были против денег. И после того, как весь мир на тебя ополчился, но не мог сделать ничего, чтобы заплатить, естественно, у тебя вырастает корона, с которой просто невозможно по улице выходить. И, естественно, вырастает нимб, и он видит все в свете своего нимба. А вот, да, то, что доходы растут далеко не у всех, вот, например, у компаний, которые связывают с дочерями Путина, у одной доход за прошлый год около 800 миллионов, а у второй 200 миллионов. Вы не считаете, что... Ну, как россияне на это смотрят? То есть это в проброс у царя и дочки должны хорошо кушать? Или все-таки есть ощущение какой-то социальной несправедливости, что вот мы все сейчас тут должны в туалет на улицу ходить, затянуть пояса, а ты жируешь со своими детьми? Ну, у них, я не думаю, что, несмотря на то, что они все как-то заняты, надо отдать должное, и я помню их в 2000 году, они еще тогда не прятались от людей, играли в теннис в той же самой Жуковке, вот, ну, они как-то заняты, ну, при полном комфорте у них вот столько получилось, если что, я не думаю, что деньги являются у них каким-то важным мотивирующим фактором, вот, насколько я понимаю, они, пока у Путина все хорошо, они, у них есть, если что, всегда свой банк реконструкции и развития личный. А вот, как думаете, а что может быть, как Путин их сам называет, эти женщины, вот, что с этими женщинами может быть, когда Путин окажется в Гааге? Смотря, кто придет в власти. Если в власти придут совсем праворадикальные люди, для которых закон не писан. Например, кто такие? Ну, сейчас это те идеи, которые мы сейчас слышим, например, от Стрелкова, да, когда собираются рассерженные патриоты, или как они себя назвали, когда квачковцы собираются, вот если они придут к власти, там все может пойти неинтеллигентно. А если придет Навальный, будет люстрация, и... Неинтеллигентно вы имеете в виду как с царской семьей? Я смотрю на какой стадии это будет, в каком положении будет обычный народ в тот момент, насколько будет агрессия к ним. Но, судя по всему, когда все пойдет плохо, я не думаю, что они будут в России просто. Они же спокойно сейчас путешествуют по всему миру, у них же нет проблем с этим. для обычного россиянина четыре страны полностью закрыты, остальные весь западный мир ограничены. Для них этих ограничений нет. Я думаю, что, а если придет Навальный, то все, что, грубо говоря, сверхдоходы, наверное, будет подвергнуто изъятию, ну, так, по суду. Ну, я не думаю, что прям серьги будут снимать с них, но какой-то, безусловно, там, личные вещи, наверное, отбирать не будут, а какие-то большие вещи, которые получены от напрямую или благодаря лицензии, выданным Кремлем, безусловно, попадут под люстрацию. Смотря, кто придет. А куда могут бежать близкие Путина, вот в какую страну, на ваш взгляд, какая еще осталась территория для них открытая и дружелюбная? В Великобритании. Приедут в Великобританию и запросят на беженство, потому что в их дом на Рублевке ворвутся революционеры, и это опасно, и все. И Великобритания, скажу, пожалуйста. Примет к рассмотрению, да. Интересно. А это всех касается, это всех касается. Если бы не протянули руку Украине, путинские войска были бы уже далеко, то же самое касалось бы руководства Украины, и также будет касаться, если, например, условный Владислав Юрьевич Сурков после конфликта с Путиным решил бы остаться в Великобритании, и он бы остался. Здесь по-другому работает. Высшая власть судебная, а никакая бы то ни было, нужно в суде доказать или не доказать. А это по большим кейсам может и 6, и 7 лет заняться. Ну, согласитесь, что история с... Я понимаю, что я раздражающие, выпиющие вещи произношу. Ну, вот, я знаю, что очень многие сейчас склонны к самообману, поэтому, наверное, пусть я буду тем тревожным колокольчиком, который будет от сладкого сна самообмана. Окей, как думаете, если Соединенные Штаты, НАТО, Запад, как угодно в любой конфигурации сделают предложение окружению Путина сдать его в обмен на какие-то преференции или отсутствие обвинений, в общем, что-то предложат выгодное, вкусное, интересное. Они не консолидированы, они могут предложить одному человеку, второму, третьему, окружение не консолидировано, пока у них все хорошо и деньги валятся как из рога изобилия, у них нет причин для консолидации у окружения. И плюс они боятся и не доверяют друг другу, так как Путин именно такими людьми себя окружил, плюс там есть я уверен, что достаточно преданные вот эти старые генералы ФСБ, с которыми бесполезно. Ну, как вы представляете себе, с Патрушем будут разговаривать американцы, он их не будет слушать, у него наконец начала складываться его модель мира, видимо, с 70-х, о которой он грезил. Зачем его? И они уверены, что они побеждают, Штаты и НАТО. Они уверены в этом. Во всяком случае, де-факто они захватили Земли больше, чем было, и весь мир, больше, скажем так, страны с самым большим населением в мире, больше половины мира им платят деньги, им по-прежнему платит Евросоюз, а по-прежнему российско-американские совместные компании по добыче нефти и газа работают в России, по-прежнему газ идет через территорию Украины в Европу, и самые большие платежи сейчас в России идут из Китая в Юане, Россия самый большой поставщик нефти в Индию, в страну с полутора миллиардами людей, Россия поставляет туда больше, чем все опековские страны сейчас, так как они перераспределились, танкеры носятся по всему миру и грузят туда нефть. А цена насколько Индия смогла сыграть на понижение? А дело в том, что нынешнего потолка цены, насколько я слышал, что Россия дает и скидки, и платит за фракт и платит еще за что-то, и что у них цена получается достаточно интересная, но даже цена 60 позволяет точно 20 отложить на войну. А цена на бирже сейчас 74 или 75. И не факт, что она не будет завтра 80, потому что ее всячески поддерживают на том уровне страны ОПЕК плюс, потому что они решили этот раз зарабатывать. 73, но позавчера было 80. И это те уровни, которые позволяют исполнять с бюджетом любую конфигурацию. Потому что когда нефть зашла даже за 20, больше чем 20 стало, Россия, ну тогда были другие касты и другие зарплаты, Россия показала свой лучший год за всю историю по росту за один год, это был 2000-й, первое назначение Путина Илларионов, либертарианец, и Кириенко тогда выглядел либералом, и Касьянов работал в правительстве, заряд заряд был такой на восстановление после шока 98-го, и было 10% роста, ВВП при цене чуть больше, 20, до этого там было 9,10, это была катастрофа, а когда больше, 20, опять-таки, там были другие косты, другие затраты, сейчас эти компании стали огромными, и огромные зарплаты, и косты, соответственно, себестоимость у нефти гораздо больше, чем была тогда, опять-таки, это все при желании ужимается до вот этого, против этой выручки печатается больше рублей, поехали, то есть запасы прочности, будем предельно честны, у них много, и Запад не сделал ничего, чтобы этот запас прочности стал меньше за последние 15 месяцев, ну а как же эмбарго на нефть и нефтепродукты? а его нет, его нет, оно не работает, нет, его не существует, оно не принято, упомянутый вами Патрушев, чуть выше вы о нем сказали, сказал, что США мечтают захватить Россию, чтобы найти в Сибири безопасное место на случай извержения Еллоустонского супервулкана, это такая сказка для внутреннего потребителя, что большой враг хочет нас захватить, потому что у них там сейчас все будет плохо, их лава поглотит, им нужно островок безопасности, самой лучшей природы, ну то есть это такая страшилка для внутреннего зрителя или действительно что-то там с головой непорядки. Безусловно, там, наверное, есть девиации, но выглядит как страшилка, да, как росказни. Тяжело поверить, что человек действительно так думает. хотя, хотя, знаете, долгое вращение, если ты 50 лет из 70 живешь среди людей, которые окружают себя легендами относительно себя, заметают следы, делают ложные движения, обманные трюки, то может быть хрупкий человеческий мозг даст трещину к старости. Я допускаю. Но я такой теории еще не слышал, но я абсолютно верю, что в Кремле на серьезных шах могут такое заявить. Абсолютно. Еще одно заявление теперь уже повара Путина Евгений Пригожин, ЧВК Вагнер сказал, на сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК Вагнер заканчивается. И ЧВК Вагнер через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю, ничего страшного, так бывает. Как будто текст из какого-то кинофильма, не самого хорошего, с такой немножко пафос, он заходит в закат. Но если абсолютно серьезно подойти к этому заявлению, это для кого заявление? Это к кому обращение и для чего? Жесточайший шантаж руководителей страны, чтобы чувака Вагнера нагрузили еще денег, дали возможности по людям, а самое основное дали, чем стрелять. Это просто шантаж, которым они занимаются давно. И, кстати, последнее, я не знаю, последнее или предпоследнее, когда все зет-патриоты во всех одноклассниках ВКонтакте, в Ютьюбе, в ТикТоке. И куда они дотянулись, стали требовать дайте вагнерам снарядов и их дали в итоге. Вот как это работает. Да, это де-факто работает. Если бы не ЧВК Вагнер, наверное, украинская армия была бы гораздо дальше на Востоке, как и все частные, эта компания управляется лучше, чем регулярные войска. И вероятно, через какое-то время слишком непослушных, слишком громких и слишком альтернативных как бы лицензиатов на насилие Кремль или кто-то из ФСБ может быть решил немножко охладить и подослабить, чтобы они не были слишком влиятельны. Ну вот как, например, в армии Кадырова нет там самолетов, танков, ракет дальних. Там нет ничего такого совсем серьезного. Так они очень круто. Сами там спецназовцы, у них много дорогих приблуд на них. И автоматы, пулеметы, там все классное. А чего-то серьезного им никогда не давали. Пометуя о двух чеченских войнах. Так вероятно и здесь Кремль не хочет вырастить себе очень непослушного условно говоря идеологического конкурента, потому что что Стрелков, что Пригожин, они в их речи гораздо меньше вранья. И упоротые зет-патриоты, которых процентов 20, это прекрасно считывают. Они выглядят зачастую большими альфа-самцами, чем Путина и его окружение. А в России это, к сожалению, вот так работает, на базовых примитивных инстинктах. Поэтому я думаю, что его постараются с одной стороны охлаждать, с другой стороны я не думаю, что они закроются и им дадут закрыться. Потому что они в случае чего, если все пойдет совсем негладко, они будут нужны. И насколько я понимаю, самые эффективные, опытные военные части, они их очень берегут. И по ним, ну, то есть с ними ничего не произошло до сих пор. Они, мне кажется, не растеряли боеспособность, насколько я понимаю. То есть они огромное количество зэков и заново набранных использовали, но так мягко скажем, мясные волны, как он это называет. Но, насколько я понимаю, те самые головорезы из Сирии и Африки, они живы и в случае чего готовы на все за деньги. Если я ничего не путаю. Ну, по-моему, не путаю, к сожалению. Говорили, что потери у них есть не только среди зэков, но и среди вот этих опытных убийц, которые много лет с оружием в руках бегали то в Африке, то еще где. Поэтому самые опасные понятные они. Евгений, вы сказали о том, что мир продолжает поддерживать Россию нефтью и газовым долларом, а вот на дипломатическом уровне картина немного другая. 1 мая на заседании ООН была принята резолюция о сотрудничестве организации с Советом Европы, в которой Российская Федерация упоминается и признается агрессором. Документ поддержали 122 страны и всего лишь 5 стран проголосовали против. Это были Россия, Беларусь, Никарагуа, Сирия и Северная Корея. Что интересно, тот же Китай проголосовал за эту резолюцию. И Сербия, и Венгрия, Армения, Армения, да, страны АДКБ, что очень показательно. как думаете? Да. Почему? Избиратели в этих во всех странах положительно отнесутся к действиям, кого они избрали. А деньги, то есть голосовали, голосовали, а деньги продолжат платить. Китай признал, и Индия признала страну агрессором, а деньги продолжат платить в этом цинизм от 20-22-20-23. Что можно сделать, чтобы это остановить? Или это настолько выгодно той же Индии и тому же Китаю, что да, они убийцы, да, он международный преступник, но мы все равно будем покупать у них дешевую нету. Что они могут делать? Это грубо говоря, там, не знаю, разрегулировать или снять санкции, не знаю, с Венесуэлы, с Ирана, как-то поговорить с ОПЕКом, чтобы они не сокращали больше добычу, чтобы они согласились с тем, что этот цикл нужно воевать за долю на рынке, а деньги зарабатывают там в следующем через год, два или три. Так приблизительно поступили США в 80-м году, но сейчас, походу, это не получилось. Во всяком случае, не получается на данный момент. с газом, по факту это получилось, да, то есть по газу никто ни о чем договориться не смог, цена провалилась, сколько она в Европе, в 10 раз от пика прошлого лета, вот, и этих денег все равно достаточно в России, но это не те миллиарды, которые были год назад, или там 9 месяцев назад, вот, а с нефтью чуть дольше и тяжелее идет дирегулирование, опять-таки будет иранская или венесуэльская нефть на рынке в достаточном количестве, гипотетически, да, если чисто теоретически, вероятно, это ОПЕК не сможет настолько снизить свою общую добычу, они могут не договориться и так далее, хотя им себестоимость позволяет ее обрушить в 2 или в 3 раза, и они все равно будут все в плюсе. Но Саудовскому молодому королю хочется строить немыслимые города и все эти сверхдоходы потратить в то, за что не факт, что есть запрос у населения на свои красивые красивые скажем так романтические фантазии. Поэтому не знаю чем это закончится, если честно. У меня достаточно пессимистический взгляд на вещи на данный момент. Это не значит, что у нас опустятся руки или мы не перестанем поддерживать и перестанем заниматься своей благотворительностью. Ни в коем случае это не значит, что я поддерживаю как-то кого-то в окружении Путина или его. Но на данный момент за 15 месяцев страны запада настолько себя нелепо и абсурдно повели в отношении Путина. То, что они притянули руку Украине, это классно, но этого недостаточно. Это очень здорово, но это мало. А вот как то, что они вообще ничего не сделали с потоком денег в Россию, это, конечно, абсолютный нонсенс. Полностью слова расходятся с делом, диаметрально противоположно расходятся с делом. Евгений, хочу рассказать нашим зрителям вкратце, кто наверняка многие знают о ваших мероприятиях, которые вы проводите, где вы собираете деньги в поддержку Украины, обеды, ужины. Расскажите, пожалуйста, может о каком-то недавнем или ярком мероприятии, сколько удалось собрать и на что деньги были эти переведены. Последнее мероприятие у нас было в Юрмале. Удалось собрать 160 тысяч, но вероятно это будет 170, потому что у нас есть платежка еще на 10. Из них 40 тысяч пошли фонд называется Тави Драуги, это твои друзья, который занимается сейчас больше гуманитарными поставками, но они начали с приема беженцев в Латвии. Другой Common Ground 45 тысяч, латвийский фонд, который занимается образованием адаптации, тоже большой центр беженцев, прямо им дали место под радой думой, сеймом, да? И третий, соответственно, это Вичуй, Тата Кеплер, но в основном как бы это он наш основной рецепиент всех наших благотворительных дел, потому что это медицина и тактическая медицина для огромного количества госпиталей и для них самих, потому что они сами ездят и физически лечат людей и такие самособранные красивые аптечки важные из лучших медикаментов и развозят по гражданским лицам в зонах близким к боевым действиям и много поставляют и в госпитале и так далее, то есть это такой уже сейчас стал достаточно большим значимым фондом, наверное, не без нашей первоначальной фокусе на нем, не без нашего фокуса на нем, но они абсолютно молодцы просто. И это вот этот ужин последний, а предыдущий был, там было куплено три машины, еще броневик и два додж-рама. Броневик и один додж уехал в одну из бригад на севере, а другой додж-рам этому же вичую. также мы способствовали, профинансировали переезд больше зданий и так далее. то есть такую рутинную, в том числе необходимую работу профинансировали. Ну, в общем, у нас было пять ужинов, соответственно, 16-17, человек 24-22 и 16. и вот сейчас мы обсуждаем, может быть, в июне мы сделаем ужины опять в Кабдае, вероятно, тоже два, и, наверное, это будет минимум там 300-350 тысяч. И там пойдет, наверное, часть пойдет на Одессу и та волонтерская организация, с которой работает Ника Белоцерковская, ну, так как мы это делаем пополам, а часть, наверное, ну, на что будет больший запрос, на что будет больший запрос. А, последний ужин еще 10 тысяч мы ожидаем, пойдет, называется Save the Spot, это Татьяна, моя подруга боевая, сделала компанию, которая позволяет переводить микродонаты музеям, культурным центрам, театрам и экопаркам, которые пострадали из-за войны. То есть прямо отсюда можно просто с телефона отправить, билет купить за 5 или абонемент за 50, вот, но один из гостей ужина проникся идеей и у нас есть платежка, что вот, может быть, прямо сейчас придут деньги, что я тогда об этом с удовольствием напишу, что всем этим культурным объектам какая-то достанется какая-то значимая часть, несколько сотен евро каждому, вот, как-то так. Евгений, спасибо большое, то, что вы делаете очень круто, спасибо за поддержку. Да, мы не остановимся, пока Путин жив, вот, просто весь пессимизм связан с тем, что было бы классно, если бы большие влиятельные западные страны не видели Путина как часть переговорной, как часть, важную часть в переговорах, потому что они видят все еще его, и все эти упреждения, предупреждения, эти все припарки, да, это все делается, чтобы его как-то образумить, а его образумить не получится, не получится, он едет уже по своей ментальной горке вниз, взяв в руки две гранаты, то есть в этом состоянии его невозможно будет ни остановить, ни посадить за стол переговоров, даже если это будет стол переговоров, это будет просто время, когда они из Дальнего Востока подтащат еще какие-то старые советские пушки или танки, вот, в общем, если кто-то нас услышит, это мое видение, может быть я алармист и надеюсь я не подорву ничей боевой дух, вот, но давайте не будем обманывать себя, враг коварен и очень долго готовился. Дорогие зрители, еще раз напомню, что обязательно нужно поставить лайк под этим видео, для того, чтобы Ютуб рекомендовал просмотру другим зрителям тоже, и пожалуйста перейдите на Ютуб канал Евгений Чичваркин, подпишитесь, и тоже колокольчик, просмотр, комментарий, все атрибуты Ютуба. Евгений, спасибо большое, как всегда. Вам спасибо, и до встречи в Киеве. Спасибо большое, до встречи в Киеве, ждем вас с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok